Всем привет! Xiaomi выпускает множество разных товаров, и я уверен, что скоро уже появятся и трусы от Xiaomi со встроенной вентиляцией и стабилизацией. А что если я скажу тебе, что не все вещи от Xiaomi хорошие? Есть и такие, которые я бы тебе не советовал покупать. И сейчас я покажу тебе, что можно заказывать, а что нет. А если ты примешь участие в конкурсе, то сможешь выиграть вот этот крутой смартфон. Ну че, погнали! Ох ты ж, ё-моё! Я даже и представить не мог, что Xiaomi такое выпускают. Это сиденье для унитаза, и в него встроено биде. При этом вода в нем подогревается, как и само сиденье. Минус, конечно, в том, что оно работает от сети. Если, конечно, в туалете есть электричество, тогда проблем не будет. На крайний случай можно кинуть удлинитель, правда будет некрасиво. Мда, представляю себе это сиденье в тесном туалете какого-нибудь дома старого фонда. Хотя, черт его знает, возможно, кому-то и пригодится. Подарил я отцу на день рождения эту бритву от Xiaomi. Думал, сейчас его обрадую, а вот хрен. На деле бритва оказалась совершенно бесполезной безделушкой. Пользоваться ей неудобно, бреет отвратительно, если это вообще можно назвать бритьем, плохо очищается лезвие. Не могу сказать, насколько хватает заряда, так как пользовались всего два раза и положили обратно в коробку. Это не вещь, а какая-то мутатень от Xiaomi. Это фиаско, братан! А это, как уже многие догадались, вторая обновленная версия самого лучшего робота-пылесоса от Xiaomi. Лучше он, потому что не ездит по простому программному маршруту, а с помощью процессора и датчиков выстраивает план помещения и проходит все его участки в отдельности. К тому же он стал еще мощнее. Сила мощности всасывания увеличилась. Если к предшественнику мы относились только как к игрушке, то сейчас уже как к незаменимому автоматическому умному электровенику. А это реально потрясающая кружка. Нашел случайно и не пожалел. Пользуюсь уже больше полугода. Она не потемнела и ничего не отвалилась. Крышка герметичная, в машине не проливается даже на больших кочках. Самое крутое, конечно же, присоска на дне. Если кружку случайно задеть, она не сдвинется с места. По объему 480 мл. При этом она не выглядит как ведро. Единственный минус – скапливается пыль. Грязь под присоской. Она не полностью прилегает ко дну. А это гигрометр от Xiaomi. Смайлик на экране будет недовольным и грустным, если температура в помещении будет ниже 19 или выше 27 градусов. При влажности воздуха от 20 до 85 процентов рожица на экране будет довольная. Качество сборки хорошее, зазоров на корпусе нет, при надавливании на него ничего не скрипит. Но не обязательно каждый раз подходить к прибору, чтобы узнать параметры. Это же Xiaomi. Устанавливаем мобильное приложение и по Bluetooth подключаемся к термометру. Можно посмотреть текущие измеряемые параметры или данные за весь день. Очередное творение из экосистемы Xiaomi. В этот раз пойдет речь о машинке для стрижки волос. Если ты умеешь стричь, то эта машинка купится за несколько домашних стрижек, сэкономив деньги на походах в парикмахерскую. Насадка имеет подпружиненный ход с фиксатором, передвигается вперед-назад с четким пошаговым ходом. Всего имеет 7 фиксированных положений от 3 до 21 мм. Заряда хватает на полтора часа. В целом за свою цену претензий нет и быть не может. Что такое лень сотового левла? Это покупка умного мусорного ведра. Да-да, это мусорное ведро, которое само запечатывает мешок и само же вставляет в себя следующий. Нет, в нем нет Wi-Fi и приложения для отчетов о выполненной работе тоже нет. И камеры нет. Когда ведерко заполняется, нажимаем кнопочку спереди, ведро включается и начинает шуметь. Внутри запечатывается мешок, потом верхняя часть ведра открывается, ты забираешь мешок, ведро закрывается и внутри расправляется следующий мешок. Еще одно необычное устройство от Xiaomi, которое, думаю, вряд ли кому-то встречалось ранее. Это электрическая пемза. Скорость вращения ролика хорошая. Благодаря этому факту ороговевший слой кожи счищается отлично. Пилку даже не надо сильно прижимать к телу. После желательно обработать их кремом и в результате получим пятки, напоминающие попку младенца. Но вот отдавать за пемзу полтора рубля это... китайцы, да вы там совсем оху... А это компактная медиаприставка от Xiaomi. Устройство размером с флешку, которое из любого телевизора с HDMI входом делает Smart TV. Круто, что розетка необязательна, хватает питания с USB, которое есть в ТВ. Настройка очень простая, пользоваться тоже легко. Разрешение 1080p. 8 гигабайт встроенной памяти. Пользователю доступны 5,1 гигабайта. Сильно греется. Правда, на работу это не влияет. Иногда подергивается YouTube, но потом восстанавливается. Троттлинг ли это, пока не поняли. Долго я думал, что же мне делать с темным коридором. Мне нужно было светодиодное освещение, которое будет включаться лишь тогда, когда я или кто-то другой заходит в коридор, а когда выхожу, то выключается. Мне понравился этот потолочный светильник от Xiaomi. Понравилось, что датчик освещения дает сигнал, работать ли датчику движения в дневное время или нет. Можно сказать, что это как бы умный светильник, который не включается в дневное время, а работает только тогда, когда стемнеет. А это интересный фонарик от Xiaomi, совмещенный с пауэрбэнком. Объективно прикинув, что на охоту я не хожу, фонарем пользуюсь пару раз в год, а иметь в рюкзаке лишнюю зарядку для питания телефона, пусть и на полтора часа работы, почему нет? Да, функция пауэрбанка по сути косметическая, малый объем батареи, 3350 мАч не позволит даже один раз полностью зарядить батарею любого современного смартфона. Но мне это по сути не нужно, 40-50% батареи для моих целей достаточно. А это зубная щетка от Xiaomi. У нее три режима. Лучше начинать с первого и потом переходить к более серьезным. Вибрация прям до мозга. Первая чистка доставила дискомфорт даже в легком режиме, но на второй и последующий раз все отлично. Итоги таковы. Зубы стали намного светлее, но возможно это эффект пасты. Заряд держит три недели стабильно. Был у дантиста, новых дыр не обнаружено. Если бы она не работала, то зубы уже дали бы об этом знать, так как кариес начинается очень быстро, если плохо чистить. А это швабра от Xiaomi. В сравнении с имеющейся шваброй, у этой есть несомненные плюсы в виде съемного контейнера для воды и при перевороте швабры вверх вода не протекает. Распыляет воду на большое расстояние в достаточном объеме, в то время, когда прежняя швабра значительно уступает в этом направлении. Но она не для сильно загрязненных поверхностей, а для ежедневной влажной уборки. Крупные крошки и мусор не собирает. С пылью, шерстью и волосами справляется. Дотянулся вездесущий китайский бренд до велотоваров. Из особенностей в шлеме только встроенная задняя красная мигалка. Она яркая и долгоиграющая, питается от встроенного аккумулятора. Решение с мигалкой, строго говоря, не новинка, у многих производителей встречается. Управление одной кнопкой, есть датчик освещенности, в темноте светит ярче. Тип свечения – мигание. Дизайн строгий такой, когда распаковывал посылку, вспомнил шлемы у солдат из звездного десанта Верховена. А это маска от Xiaomi. Она очищает воздух с помощью встроенных фильтров и обеспечивает постоянную циркуляцию благодаря вентилятору. Устройство заряжается с помощью обычного microUSB. Вентилятор имеет два режима работы. Максимальный уровень шума при этом составляет менее 50 дБ. В общем, не стоит забывать, что маска предназначена для использования не в экстремальных условиях городской среды. А это набор керамических ножей от Xiaomi. В комплект поставки входит четыре традиционных ножа разных размеров и нож для очистки картофеля. Ты, наверное, думаешь, что я сейчас их буду расхваливать? А вот хрен-то! Ножи так себе, лезвия очень слабые, советую подкопить и купить ножи подороже. Маленький нож сломался, когда я стал его точить на точилке. Такое ощущение, что это не Xiaomi. Иначе с таким темпом они потеряют свой авторитет. А эти наушники от Xiaomi – огромный прорыв в сфере звучания. Если рассматривать относительно цены в этой области, конкурентов за такие деньги ты не найдешь. Звук идеально чистый, одно наслаждение слушать музыку, но не для любителей басов. В них они более плавные и мягкие. Много высказываний слышал о посадке. В этом плане хочу сказать, что на вкус и цвет товарищей нет. Не каждые же наушники у всех идеально сидят. Меня все полностью устраивает. А это IP-камера от Xiaomi. Каково же качество изображения данного аппарата, спросишь ты. Качество хорошее, а если вспомнить, сколько он стоит, так и вообще изумительное. Повороты во все стороны, быстро, плавно и бесшумно. Ну, почти. Режим ночного видения меня особенно порадовал. Теперь-то я точно узнаю, кто гадит в мои тапки. Даже SD-карту есть куда присунуть. Боже, чего я несу. Лично у меня все крепежные приблуды шли в комплекте, но это как повезет с продавцом. Насколько я знаю, даже в стандартном комплекте есть чем привинтить. А это астрономический телескоп от Xiaomi. Приходят аж четыре коробки. Смотришь на них и не понимаешь, с чего начинать. Но после 100 грамм собирается мгновенно. Выполнен добротно, нет никакой хлипкости, нет ни люфтов, ни зазоров. Естественно, в дальнейшем можно докупить и окуляры, линзу, барлоу, лазерный искатель или даже электропривод экваториальной монтировки. Но для старта стокового набора более чем за глаза. Наблюдать через телескоп можно не только за небесными объектами, но и за природой, животными, горами и даже за соседями. А это незаменимая вещь в наше время. Автомобильное умное зеркало от Xiaomi с видеорегистратором и кучей интересных плюшек. Это уже второй по счету, первый у меня стащили, слишком был заметным. В общем, пересмотрев многие модели и перечитав кучу отзывов, остановился на этой модели. Меня подкупило то, что с виду это как обычное зеркало заднего вида, и даже намека нет, что это еще и видеорегистратор. В работе регистратор дает достойное изображение даже ночью и в пасмурную погоду. Каждый раз открывая продукцию Xiaomi, у меня полнейшее ощущение, что это новейший ноутбук или смартфон, но нет, в этот раз это подушка. Насколько мне удалось понять, это особый материал из микрофибры, хорошо впитывающий влагу и пот. Она упругая, но при этом сохраняет форму, будто большая резинка, дрожит и словно желе переливается в руках. Вещь специфическая, и в моем конкретном случае потребуется время, чтобы спать на ней правильно. Что еще можно сказать? Первое время подушка пахнет резиной. Некритично, но уткнувшись в нее носом неприятно. Потом запах улетучился. У нас в детстве тоже были многоразовые рисовалки, да и сейчас есть, но принцип был гораздо проще. Этот планшет нового поколения. Хотя суть все та же, нарисовал-стер. Разве что есть кнопка блокировки экрана на тот случай, если не хочется, чтобы картинка случайно стерлась. Жаль, некоторые рисунки нельзя сохранить. Рисовать можно не только стилусом. На экране остаются следы и от обычного карандаша, и от любого твердого предмета. При желании можно и пальцем корябать. А это беспроводная мини-мойка от Xiaomi. Давление этой приблуды, конечно, ниже, чем на мойке самообслуживания. Нужно понимать, мощность всего 180 Вт. Сначала тестировали ее на мойке самообслуживания, захватив с собой пятилитровки с водой. Мыть машину в минус 15 – то еще удовольствие, но с пеной результат вполне приемлем. Летом интересней. В целом уходит 30-50 литров воды на легковушку. А если постараться потереть губкой и не жалеть воды, то результат будет не хуже, чем на мойке самообслуживания. А это рация от Xiaomi. Она на китайском. Но настроить ее можно через приложение. Вообще в приложении есть какие-то картинки, иконки и кое-что интуитивно можно настроить. А вообще после настройки можно и забить, что у нее китайский интерфейс. Нажал – говори. В целом рация неплохая. Заряжается быстро, держит долго, связь в горах принимала хорошо. Всех было слышно. Конечно, за горным хребтом связь пропала, но это ожидаемо. А это дозатор для мыла от Xiaomi. С виду он выглядит вполне прилично, но при заправке мыла стоит быть предельно аккуратным, чтобы не сломать его. Крышка очень хрупкая, нечаянно можно сломать. Если брать это художество, то я советую просверлить дырку, чтобы каждый раз не открывать крышку и доливать при помощи шприца. Но я не думаю, что это того стоит. Купи товар и сам дорабатывай его. Ну нафиг это нужно. Полно и других дозаторов, которые не требуют доработок. А это еще одна интересная разработка от Xiaomi. Не обошли вниманием некоторые умные функции в этом малыше. Отлично работает на удержание высоты, приличная для него FPV-камера, неплохое приложение с управлением через Wi-Fi. Взлетает и приземляется с команды, есть функция взлета с ладони. Для начинающих отмечу сразу, есть подробная инструкция в приложении, да и рекомендую сразу ограничить потолок полетов через приложение. А это лучший геймпад для игры на смартфоне. Очень порадовало крепление для смартфона. Оно съемное, позволяет удобно пользоваться им и на ПК. Работает через ориентацию в пространстве с помощью гироскопов. Через фирменную утилиту на Android смартфоне позволяет обновить прошивку. Также при подключении специального устройства через USB OTG позволяет на смартфоне настроить кнопки даже в играх, где это не поддерживается. Батарею держат очень долго. У меня в детстве была аналогичная головоломка, но ребенком был малость нервным, поэтому прожила она недолго и с тех пор я лишь иногда косился на эту штуку в магазинах. Но это не простой кубик, он подключается к смартфону и если ты не можешь его собрать, то приложение тебе пошагово покажет, как это сделать. Конечно, есть и другие приколюшки, например, переместить волшебника в портал или собрать определенный рисунок на всех сторонах. Возможно, когда-то давно ты мечтал о том, как встанешь на скейтборд и он сам едет туда, куда тебе нужно. Так вот, эта доска имеет дистанционное управление посредством маленького ручного пульта. Все, что тебе надо сделать, вставить в пульт батарейки и нажать гоу. И вот ты уже мчишься вперед. Максимальная скорость 22 километра в час. Вес до 100 килограммов. Батареи хватает на 12 километров, а заряжается она за полтора часа. Ну, что еще нужно? В предыдущих подборках часто встречались различного рода автоматизированные и умные замки. На этот раз появился еще один интересный девайс, который позволяет блокировать доступ к столовому ящику, где могут находиться документы и иная важная для тебя информация. Устройство является частью системы умного дома и имеет собственные плагины в приложении Mi Home. Замок можно установить, используя скотч, идущий в комплекте, или для большей надежности прикрутить на саморезы. А это популярный смарт-браслет от Xiaomi. Зарядки хватает на две недели. С его помощью можно наблюдать за своей активностью в течение дня. Он считает шаги. Погрешность, если и есть, то минимальная. В норме желательно проходить в день 8000 шагов. Также можно измерять свой пульс, причем можно в настройках выбрать периодичность измерения. Естественно, чем чаще, тем быстрее будет разряжаться браслет. Вся информация отображается в приложении. А это умные часы от Xiaomi. Часы не разочаровали, ничего лишнего. Очень понравился циферблат, не режет глаз. Как красный или зеленый, и здорово сочетается с цветом корпуса. Самое классное, что циферблат адаптируется под освещение комнаты. Днем светит очень ярко, не бликует, как другие электронные часы. А ночью светит сероватым, что также не раздражает глаза. На часах есть только одна кнопка вверху панели, которая включает и выключает звук. Но настраиваются они через приложение. А это ингалятор от Xiaomi. Коробка пришла вскрытой, и видно ее отпинали еще наши почтовики. А так все целое работает. Дымит в прямом смысле слова, как паровоз, ужаленный в одно место. Работает небулайзер от батарейки или встроенного аккумулятора, который заряжается от USB. Проверили на воде. Работает. Очень просто в использовании, можно наклонять. Неделю уже пользуемся, нареканий пока нет. По цене как минимум в два раза дешевле европейских. А это магнитный коврик от Xiaomi. Основной смысл – удерживание мелких бит крепежа на месте. А то у меня после сборки обычно остаются лишние запчасти, которые или убежали из поля зрения при сборке, или затерялись. Вообще, коврик позиционируется как аксессуар для отвертки Xiaomi WoW Stick. Но по смыслу это вполне самостоятельный удобный инструмент. А это зеркало для макияжа от Xiaomi. Зеркало довольно большого размера, диаметр отражающей части 20 см. Что вполне достаточно для полного рассмотрения всех достоинств и изъянов своего лица. У него три режима – ярко-белый свет, чуть темнее и привычный желтый. Моя использует в основном второй вариант, так как слишком белый слепит ей глаза, а желтый не показывает то, что увидеть порой надо. Женщины меня поймут. Мужики, вам на заметку, этот подарок понравится любой даме. А это конструктор от Xiaomi в стиле Lego Technic, из которого можно собрать одну из нескольких предложенных в инструкции моделей, или что-нибудь свое. Конструктор, естественно, тоже непростой. Это ж Xiaomi. В комплекте идет мозговитый моторчик. Главная фишка робота – самостоятельное удерживание с помощью гироскопа вертикального положения, движения, поворота, а также вращения пулеметов. Правда, он не всегда коннектится с девайсом. И это минус. А это интересная расческа от Xiaomi с ионизацией. Включаешь ее, и что-то там жужжит и вибрирует. Брал, конечно же, в подарок. У себя причесать нечего. Подарок очень понравился. Как сказала знакомая, секущихся концов стало меньше. И, скорее всего, поможет тем, у кого сильно магнитятся волосы. Единственный минус, который ей не понравился – это батарейки. Честно говоря, в 21 веке хотелось бы, наверное, заряжать расческу, а не вставлять в нее батарейки. Угу. А это интересный светильник от Xiaomi. Однако лучше брать бронзовый. По непроверенным данным, это более новая модель с Wi-Fi. На вид разницы не будет, этот тоже смотрится скорее как бронзовый, особенно когда включен. Режим свеча выглядит ненатурально, и его нельзя включить через приложение. И мне не нравится, как сделано подключение USB, если ты его часто отключаешь и переносишь. Для постоянного использования в одном месте, наоборот, отлично. Ну, а если ты чересчур перфекционист, то тебе может не понравиться шов на стекле. А это набор для ванной от Xiaomi. Что могу сказать? Ну, не для хорошего ремонта, это точно. Пластик на клею. Для меня это временное решение, брал из-за подставки для телефона. И прикол в том, что в держатель для телефона не влезет ни один современный смартфон, тем более в чехле. Если есть возможность, берите нормальный вариант из нержавеющей стали, который прикручивается к стене. А это ультразвуковая щетка для лица от Xiaomi. Сам прибор выглядит, как кусок мыла. А теперь расскажу, что же мне не понравилось в валеном девайсе от Xiaomi. У щетки есть три режима работы. Верхний, средний или нижний ряд щеток со слабой, средней и сильной вибрацией соответственно. Но вот воздействие от этих щетинок сложно назвать массажным, очищающим и уж тем более ультразвуковым. Этим куском дорогого мыла от Xiaomi можно нагладить только щеки, лоб и подбородок. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra? Тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет! Продолжение следует...